я очень рада приветствовать вас в моем очередном влоге и сегодня я не только буду вам рассказывать очередной материал о жизни и традициях польши потому что на сегодня я предвидела очень интересную тему но и также покажу вам свою каждодневную обычную жизнь ну собственно говоря это и есть влог такой дневник дневник каждодневной жизни поэтому будет не только когда теория но и моя жизнь как она есть что у меня происходило и что мне удалось для вас заснять итак поехали мне по делам нужно было проехаться в пригородной электрички и пользуясь случаем хочу вам показать как выглядят эти вагоны вот этот как раз который мне попался это еще из социалистических времен старый очень вагон но его облагородили единственное что здесь поменяли то сиденье раньше они были из кожезаменителя но и наверное немножко облагородили туалеты но тепло чисто и как видите можно ехать а это уже новые вагоны новые электрички современные совершенно другие но они такие очень и очень длинные хочу вам ставить такой кусочек которая записывала немножко раньше вот в полях у нас когда я была на прогулке есть такое место где лавочки и посадили уже несколько лет назад декоративные деревья и вот сейчас я заметила что каждое деревцо обвернуто очень тщательно мать и тканью да вот и ну конечно это радует я думаю что это из-за того чтобы звери и как косули и зайцы не обгрызали стволов деревьев не портили их но если вы знаете другую причину такого ну такого действия обязательно пишите мне в комментарии мне будет очень интересно потому что это меня немножко заинтриговала но и с другой стороны очень приятно что заботятся о деревьях чтобы они росли дольше лучше и радовали нас потому что летом здесь очень приятно сидеть на лавочке среди деревьев первое сегодня рассольник все уже на ним порядочно соскучились огурцы свои засолка своя поэтому поэтому успех гарантирован как у вас но у нас без первого обед просто просто невообразим нету первого нет обеда поэтому первое должно быть всегда в нашем доме и это уже такой закон поэтому мне уже некуда деваться и супы варю регулярно сегодня решила приготовить голубцы уже давно этого не делала и скажу вам очень соскучилась тяжело найти хорошую капусту вот поэтому голубцы не всегда получаются удачно посмотрим как в этот раз но просто так соскучилась что что не удержалась и все-таки их готовлю а вы любите голубцы какую же тему хочу сегодня с вами обсудить или скорее всего о чем хочу вам рассказать дело в том что я уже вам рассказывала о празднике трех королей бога и облине которые в польше празднуется 6 января кто не смотрел и пропустил это видео обязательно зайти на канал и посмотрите я там все подробно рассказываю что происходит в этот день в польше какая история этого праздника и как мы его проводим и так 6 января праздник трех королей шех крули по-польски он называется и от 6 января как до 6 января мы празднуем период рождества а уже от 6 января начинается так называемый карнавал но всем известно это слово карнавал и многие знают что традиция карнавалов началась в италии в венеции вот и потом она перекочевала и в другие страны этот период перед больших перед великим постом когда люди ходят в гости на балы на какие-то приемы на какие-то вечеринки и карнавал слова сама карнавал по происходит от итальянского слова карнивале то есть прощание с мясом да то есть это тот период когда люди хотят волю на насладиться навеселиться хорошо покушать потому что потом наступает сорокодневный пост перед пасхой и вот этот период называется карнавалом по польской традиции чисто польское слово этот период называется запустами запусты да вот и что же происходит в польше в это время конечно же как и везде люди ходят на вечеринки на разные на разные мероприятия до в ресторанах устраиваются такие организованные по польше в польше это называется забавы да то есть празднества такие разные можно купить билет и пойти там компании с друзьями да такая вечеринка вот с музыкой с танцами но таких карнавалов как вы увидите там в рио-де-жанейро или венеции в польше такой традиции нету и этот карнавал он длится до щроды попельцовой обязательно напишите мне в комментариях как это будет на русском языке то есть это та среда в в которую посыпают голову пеплом пепел пепел по-польски это попиу то есть щрода попельцова это среда в которую люди посыпают голову пеплом и до этой среды длится и длится карнавал и эта среда припадает на 46 дней перед пасхой то есть после после этого дня начинается великий пост в этом году щрода попельцова ну так скажу вам не очень удачно преподает на 14 февраля как вы знаете это день святого валентина а щрода попельцова это один из самых строгих постов в году есть страстная пятница и вот эта щрода попельцова это самые такие строгие посты но посмотрим как будет в этом году я не думаю чтобы в костюле дали диспенсу на этот диспенсу на этот на этот день то есть ну очень очень так получается неудачно потому что как вы знаете в этот день влюбленные пары идут в ресторан и общее празднице а тут такой большой пост когда можно только один раз в день до сыта поесть и в остальным во время остальных трапез нужно сильно ограничиваться в виде но об этом всем я буду рассказывать уже по ходу когда эти дни будут наступать и так до 14 февраля в этом году а получается что карнавал будет длиться 39 дней последний день карнавала это 13 февраля вторник и в этот день заканчивается заканчивается карнавал и в польше он называется шлядиким в этот день в этот день обычно собираются люди как бы остатки то есть последние моменты карнавала последняя неделя последняя недель на карнавала начинается 8 февраля это так званый туз ты чвартек то есть жирный четверг это последняя неделя как бы такая масленица да и она начинается от жирного четверга этот день когда в польше по традиции люди обедаются пончиками об этом я тоже буду подробнее рассказывать но я уже даже в предыдущие годы показывала на своем канале когда в магазинах и в кондитерских все завалено пончиками и хозяйки которые любят все домашние тоже пекут больших количествах пончики я лично всегда пеку их сама и никогда не покупаю и у нас жирный четверг всегда пончики также можно приготовить хворост он тоже очень и очень популярен вот так что раз в году я знаю что это не очень полезная еда но раз в году на этот жирный четверг я пеку два вида пончиков и если есть настроение также делаю этот хворост вот мы подкармливаем птичек у нас такая кормушечка мы ее тут прикрыли чтобы ее не засыпало снегом вот дети туда приносят мои кормы вот все вылили ничего нету все под чистую поэтому они придут и принесут еще корма видите как чистенько просто вот уже перевернутые крышечки они приносят на крышечках там вещи вот лапки птичек они туда заглядывают регулярно все попереворачивали вот здесь мы тоже корм но все вычистили вот как они тут бегают поэтому друзья мои если есть возможность нужно птичкам зимой помогать все засыпано снегом и им просто негде найти корм м м птичек с птичек м м м Субтитры сделал DimaTorzok